Все, что напоминает сейчас о переломе, небольшой шрам на лодыжке. Российская гимнастка Ксения Семенова в этом году стала абсолютной чемпионкой Европы. Такого успеха наша страна не знала 7 долгих лет. А потом случилась травма. Теперь 16-летней спортсменке придется жить и выступать с двумя винтами в стопе. Это я делала соскок, зверена и просто неудачно спрыгнула. У меня еще в 2006 году была более серьезная травма. А это еще, можно сказать, совсем маленькое, быстро пройдет. Времени на полноценное восстановление нет. До главного старта этого года чемпионата мира в Лондоне меньше месяца. И уже сейчас, вопреки советам врачей, нужно делать упражнения на бревне и опорный прыжок. Две наших Ксении – Семенова и Афанасьева – полгода назад сделали в многоборье чемпионата Европы долгожданный для России золотой дубль. Теперь на мировом первенстве от них ждут не менее успешного результата. Подготовка проходит нормально, стабильно, как обычно. Работаем над всем. Над техникой, над чистотой упражнений. Как обычно, в общем, работаем. В этом году главной надеждой мужской сборной России стал 22-летний Юрий Рязанов. В апреле он выиграл бронзу европейского чемпионата. В июне защитил диплом. А на августовском Кубке России стал пока единственным из наших спортсменов, кто вплотную подобрался к гроссмейстерскому результату в многоборье – 90 баллам. На мире будет намного сложнее. Основные конкуренты – это Китай, Япония и США добавятся. Я надеюсь оправдать ожидания и главного тренера, и старшего тренера нашего. Все-таки какую-нибудь медальку, хотя бы ту же третью, но зацепить. Конкуренция в мужской команде сейчас намного выше, чем в женской. Абсолютный чемпион Европы 2007 года и участник двух последних Олимпиад Максим Девятовский может вообще не поехать на грядущий чемпионат мира. Сорванная мозоль на Кубке России помешала закончить выступление в многоборье, а значит – получить место в сборной. Ну, не знаю, посмотрим. У меня два старта осталось в Берлине, и потом у нас будет матчевая встреча пару дней здесь на Круглом озере с Белоруссией. И если я выступаю хорошо, набираю определенную сумму баллов, которая должна быть все-таки конкурентоспособной, я думаю, что я попаду. Ну, а если я допускаю какие-то ошибки, могу и не попасть. После провала на двух Олимпиадах в этом году сборная России выиграла на чемпионате Европы пять медалей. Но хотя бы приблизиться к такому результату на первенстве мира нашей команде будет очень сложно. В чем-то мы уже подошли к тому, чтобы быть на равных с такими гимнастическими державами, как Китай, Япония, Соединенные Штаты, девочек, Румыния добавляется. Но глобального преимущества иметь сейчас практически невозможно. Во времена того же Советского Союза, скажем, общее количество комплектов медалей 14, делили 4-6 стран вообще всего. Ну, так скажем, что в Афинах число стран, которые поделили, это было 18, а не 4-6, а в Пекине больше 30. Но российский гимн наши спортсмены вспоминают каждый день. Его текст висит на стене, прямо у входа в зал. Уже через месяц гимнастам он может понадобиться. Это очень прилично, это нормально, очень прилично. Марина Губина, Игорь Мостовой, Никита Токарев, Инфокс.